Вот я бы уже вот сразу, вот как бы зажила 10-14 дней, я бы уже делала. Вот как мы после раскрытия имплантатов через 14 дней начинаем снимать слепки? Можно на время, повести на временных, посмотреть, понаблюдать, помоделировать временную коронку, посмотреть, в какой ситуации, чтобы она была ей удобна, да, и так далее, или пациенту. И контроль, конечно, индивидуальной гигиены с этими пациентами, чтобы они там не рассказывали, чтобы было все с ними вот это отрегулировано. Конечно, их инструмент ирригатор два раза в день, потому что только в этом случае... А как было бы повод делали разрезы? Да, шахты имплантата. Мне же надо было посмотреть, я же должна была убедиться, что кость на месте вся, конечно. Он разрез по кругу, как раз вот так, как идет. У нее еще, вот они прямо начали уже расстраиваться, у нее болело, кстати, у нее две недели все это там начало. Я такое видела, когда у нее были прикрепленки. А у нее есть прикрепленки. Самое главное, что это язычный процесс, процесс язычный. Язычный, дистально, но почему не получилось его сфотографировать туда никак, ничем не залезть. Там он-то стояла при этом, вы ее никуда не делали? Нет, я ее выкрутила на... А кому что-то было бы выкрутить, технику отдать, он бы аккуратно спилил, зашлифовал? Я не работаю с техниками. Я вам потом открою лично тайну, как я умею работать с ортопедическими конструкциями. Только ломать. Только ломать, и все. Шлифаните обратно. Я умею спиливать, пизоаппаратом их снимать. Не, ну это понятно. Должен делать грамотный человек, который умеет этим заниматься. Зачем мне заниматься ерундой? У нее есть доктор-ортопед, вот она если не захочет к нему пойти, значит, я ее отправлю к кому-то другому. Значит, особенности мекогеневальной хирургии в области переимплоентной зоны. Это свинько-тканные трансплантаты, ауто-трансплантаты. Желательно с бугра, потому что мы вчера вот обсуждали, у вас не было доктора, к сожалению, качество слизистой. Да, само свинько-ткани в бугре, конечно, очень высокое. Там хорошее очень содержание коллагена первого-четвертого типа, но не всегда у нас есть такая возможность. Поэтому, если ее нет, то мы довольствуемся прямым доступом, с измельканом, декоризированным вне полустиркатым сплантатом, запранным в пределах второго премоляра, второго моляра, нужного нам размера. Ну, это вот к вашему вопросу о том, что чем питается и откуда берется. А вы абсолютно правы, потому что часть трансплантата действительно в принимающем ложе контактирует либо с поверхностью абатмента, либо с поверхностью имплантата, да, его резьбой. То в данном случае нужно расширять тогда принимающие ложе и сам трансплантат делать больше в два раза, чем дефект, потому что только тогда у нас будет стопроцентная выживаемость трансплантата. Хотя он питается достаточно хорошо, я слизистый на костичного возраста. Не спорю с этим. Ну, там, скорее всего, важна такая техника швоб, да, как мы его уложили-наложили, чтобы не было там гематома каких-то, да? Нет, там нету никаких гематом, там есть мертвые пространства, которые в данном случае будут сгустками заполниться, и потом он просто умрет в этих местах, то есть произойдет некроз. Если некроз произойдет и в области абатмента, да, и витка имплантата, и в области принимающего ложе, там, где было мертвое пространство, то считайте, что ваш трансплантат просто умер сам. Трансплантат фиксируется минимальным количеством швов, потому что каждый прокол трансплантата наносит ему вред. Нет, он фиксируется всегда, трансплантат принимающему лужу. Есть одна единственная методика, когда он пришивается к лоскуту, мы поговорим о ней, это методика увеличения прикрепленной десны на этапе второго имплантологического лечения, это на этапе установки фермеров. Я вчера забыл задать по поводу еще десневых операций. Если, допустим, пришла к вам ситуация травматическая, травма именно слизистой и гребня, ну, плосной травмы нет, именно слизистая травма... А травма что значит? Это чем-то... Да, возложение ткани. Вы делаете отсроченно или сразу пытаетесь что-то подтянуть, подшить? Или отсроченно ждете пока... Значит, я вас сейчас окуну в краткий курс через на лицевой хирургии с пластической, очень быстро. Да, я понимаю. Значит, есть два типа первичной обработки ран. Да, есть такая книга раны. И покрова. Да. Есть два типа первичной обработки ран. Она называется срочная и отсроченная. Без микроза, свежая рана. Да, да. Я предпочитаю всегда делать срочную первичную обработку ран. Если пациент ко мне попал спустя сутки, уже после этой травмы, тогда это называется отсроченная обработка раны. Что вы делаете в этом случае? Обязательно. Это как вот аксиома. Освежевание происходит, краев раны обязательно. То есть вы депетализируете все будущие состыкуемые поверхности. Плотно ушивается для заживления первичным натяжением с отсутствием каких-либо тяжей или напряжения тканей. Если вам нужно, значит вы делаете пластику слизистой треугольными, там лоскутами, зигзагообразной. Как вы умеете это делать? Усложнила ситуация, сочетанная травма, травматологи, как смогли, зашили губу. У меня просто этот случай такой был. Вторичная, я знаю о чем вы говорите, у меня есть такие клинические случаи. А с чем пришла пациентка? Ну скажем так, не очень красиво ушитое. Это называется вторичная хирургическая обработка раны. Она происходит спустя 14 дней. Если 14 дней прошло от первичной хирургической обработки раны, это называется вторичная хирургическая рана. Вы делаете, что вы иссякаете рубец и смотрите, какое у вас количество тканей. Требуют ли они перемещения треугольному лоску? Это сутки, прошли сутки, она пришла травматологом. Травматологи, как смогли, шелком там ушили губу, ушили губу, ушили губу, ушили губу на урану. А за десуну никто не взялся. Вот она в губаном состоянии, губа. Но это называется пока отсроченная первичная обработка. Значит вы освежеваете края и делаете так, чтобы не было рубца, не было натяжения ткани. То есть сделать пересадку. Сразу пластический у вас идет момент, если у вас нет, если у вас есть где-то натяжение, дефицит ткани, значит вы сразу начинаете выкраивать свои вот эти треугольники, чтобы переместить ткани, чтобы вот эти вот пазлы все сопоставить по-другому. Но это пластическая хирургия, господа, давайте это не нагреть, но все-таки это сегодня... Это не сессия, не плачь. Нет, это сегодня просто как бы другая у нас тема. Если вам очень надо, я индивидуально вам покажу, как это делать. Это не сложно, но просто это требует время, это не всем интересно. Вы извините, пожалуйста. Нет, в этом случае, вот, опять же, просто местными тканями, не с какими пересадками. Нет, не с какими пересадками, это делается местными тканями, это местными тканями, не надо ничего туда подсаживать. Там достаточно местными тканями все аккуратно сделать. Но эффект потом образовался. То есть, вы зашли с края, да? Натяжение было. Натяжение, значит, неправильно ущипывается. А, ничего страшного, но на самом деле вторичным натяжением прошло, если он заживает, и лицом протянет. Значит, если заживление в данном случае произошло вторичным натяжением, это является осложнением. Ну, на самом деле, на слизистой не особо это илья, если он в этом не имеет. Ну, если ей не тянет, то это, да. Ну, тут есть целая просто наука большая на эту тему. Есть вот эти вот все, да, обработки раны, перемещения травманические. И что еще хотел спросить, вы производите ли вы, как относитесь к генгивопластике, именно удлинения? Прекрасно, я очень люблю, только не генгивопластику это называется, это называется клиническое удлинение. Но ужинение, да. Генгивопластик это как остепенечко, вот то, что мы вчера обсуждали, устранение рецессии. Удлинение, когда оно, когда оно показано. И хвост в этом случае тоже, если убираются? Это зависит от биологической ширины, от... Это не очень любят сейчас. А, да, очень любят. Да, ортопеды любят генгивоэктомии делать. Вы должны понимать, что это зависит от того, насколько вы будете увеличивать высоту клинической короносы. Может, сейчас мирчик или нет, надо, чтобы красиво было. А тут, понимаете, легко смешать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.